Сразу несколько домов по Диволановскому спуску оказались обесточены. В течение вот уже двух суток люди вынуждены обходиться без света. Причем получить вразумительный ответ от центрального РЭСа, куда неоднократно обращались жители, они не могут. Ситуация осложняется еще и тем, что центрального отопления и газа в квартирах нет. Люди отапливаются и готовят еду с помощью электроприборов. Ситуация, в которой оказались жители сразу нескольких домов по Диволановскому спуску, не позавидуешь. Сразу пять домов остались без электричества. Отключение произошло в пять утра 24 января. И разумеется, люди тут же принялись звонить в центральный РЭС с просьбой прислать бригаду ремонтников. И здесь началось самое интересное. Их заявку принимали разные диспетчеры, но что любопытно, каждый раз факт того, что в их домах нет света для сотрудников Облэнерго становился новостью. С пяти часов утра в доме нет света. Причем света нет не только в нашем доме, а пять домов, которые находятся в ближайшем районе, отключены. Мы звоним в РЭС. В результате отвечают разные операторы. Одна из них Евгения, оператор номер один. Хочу ей передать особый привет. Фамилию она так и не назвала. Отвечают такое. Машина будет в течение дня, в течение 24 суток. Другой оператор говорит, что дом на Диволановском спуске 17 вообще не существует. Сделали заявку. Прошло время. Ну как время? Три часа. Прошло три часа, мы перезвоним. Как бы где служба, которая аварийно делает? А нам говорят, заявка не приходила. Мы говорим, ну как заявка не приходила? Вот только что звонили. Заявка не приходила еще раз. Ну хорошо, делайте заявку. Ну вроде бы приняли заявку. Все, мы пошли потом на прогулку с дочкой. С прогулки, я думаю, решил позвонить. Позвоню с прогулки, звоню так и так. Отвечает мне оператор. Я говорю, ну ребята, где служба? Ну как бы, а вы заявку делали? Говорю, да, заявку делали с 10.07. К слову, одному из операторов РЭС, которая представилась как диспетчер номер один по имени Евгения, жители отключенного от электроснабжения дома передают особый привет. За редкий цинизм, проявленный этой дамой при приеме заявки. Что нам ответила Евгения? Аварийная служба будет в течение дня, возможно, будет в течение дня. На вопрос о том, что позвонить и выяснить, где непосредственно находится аварийная служба, когда она будет на месте, ну, елки-палки, уже сколько времени пришло, это было три часа дня, сейчас уже полпятого. Полпятого в доме до сих пор нет света. Нам ничего вразумительного не ответили. Неприкрытое хамство и равнодушие со стороны центрального РЭСа – вот что потрясло жителей больше всего. Ведь отсутствие света для этих людей автоматически, еще и отсутствие тепла и горячей еды. Большинство отапливаются с помощью электроприборов, а готовят на электроплитах. А значит, вот уже второй день люди находятся в холоде и без нормальной еды. А ведь у многих дети, которым не объяснишь, почему из-за бездействия коммунальщиков они вынуждены дрожать от холода. Проблема в том, что наш дом в основном отапливается с помощью электроприборов. Соответственно, температура охлаждается, у меня грудной ребенок, соответственно, сейчас температура в квартире 18 градусов. И кто будет нести ответственность о том, что если у меня ребенок заболеет, это непонятно. Сколько можно терпеть это? Наши работники ужасные, ужасные. В общем, полная цивилизация, причем в самом центре города, без света, без тепла, без горячей еды. Впрочем, выписывая счета с баснословными суммами, наши энергетики об этом, кажется, не думают, успешно организовав конец света в домах на Двалановском спуске.